Друзья, спонсор видео, Magic the Gathering Arena. Это воистину легендарная карточная игра, которая пришла на наши компудастеры от хардкорных настолок. Собери свою уникальную колоду, сражайся с коварными противниками, познавай хардкорные механики и стань настоящим мастером. Качай игру по ссылке в описании, стань частью легендарной вселенной уже сегодня. Ну что ж, господа, снова здравствуйте. Некоторые из вас подумали, что я прям уж яро хейтер ванилы, что я презираю Баризардов за запуск ванилы, всех дрочеров ванилы считаю недалекими людьми, а сам ярый мастурбатор BFA-версии, который не признаёт никаких проблем актуального шоша. Хотя по факту это даже близко не так. В том видео я лишь осадил мамкиных ванильщиков, которые в ВОВ пришли, ну в лучшем случае в ЛК, но наяривают на классику, возводя её в абсолют, и наслушавшись мнения блогеров-кретинов, которые разжигают холивары и споры, хотя прогресс этих людей в актуальном ВОВе ЛФР в лучшем случае, в который нормальные игроки даже не заходят. Ну потому что уж совсем для ракалов или ролевиков каких-нибудь, ведь сложность боссов в ЛФР позволяет прописывать свою ротацию текстом и кидать кубик на удачный хит, а босс в итоге помирает от старости. Но они точно знают, что World Warcraft скатился. Ведь там онлайн упал, отцы-основатели ушли, а ещё активижены. И на стримах у меня часто спрашивали на эту тему, а-ля котей, неужели реально всё так плохо? Ну разумеется нет. Все минусы я описал в том видео, там всё по факту. И сегодня я назову вам реальные плюсы ванилы, а не... ГГ, там хардкор в прокатике, там короче, на ксрамас прошли, там всего 2%, ещё там эта атмосфера лучше была. Первым настоящим плюсом ванилы я назову приземлённость. Понимаешь, особенность жанра MMORPG состоит в том, что мы постоянно совершенствуем нашего героя, делаем его сильнее. Ведь каждый раз более страшное зло наступает на наш мир. И чем старше игра, тем сильнее размах эпика. Это не какой-то минус или проблема, это особенность жанра. И каким бы ни пытался казаться БФА в плане того, что у нас снова приземлённый конфликт Орды и Альянса, разумеется, философия дополнения намного глубже, и по размаху может превзойти даже Легион, хотя казалось бы, куда эпичнее. Есть куда уж, поверьте. Но порой так хочется почувствовать себя обычным солдатом, авантюристом, для которого даже кабана в дуротаре одолеть, та ещё задача. Знаете, какой у меня любимый мод на Mountain Blade? Фрилансер. Этот мод позволяет стать самым обычным солдатом на службе у своего лорда и биться как простой солдат, а не командир, начав с низов бомжом и в итоге стать ветераном. В Cities Skylines я часто ставлю мод, который позволяет от первого лица гулять по улицам города, несмотря на то, что я его сам построил. Ну, примерно вы поняли, о чём я говорю. Так вот, вов мы тоже начинаем с низов, как авантюрист в тряпках, который может просто отлететь от двух разбойников, а если элитка какая-то, то вообще текай с локи, туби на кладбон. В актуальном вове мы убиваем мобов быстро, потому что нам надо брать не 60 уровней, а 120, и быстрое расщепление мобов в данной ситуации это хорошо. Ну и быть вполне обычным приземлённым авантюристом тоже хорошо. Решать проблемы с гнолами, мурлоками, бандитами, и самое страшное, что может просто произойти, ну это с драконом максимум. Когда каждая победа даётся с трудом, а сильных врагов можно одолеть только в группе, чувствуешь себя как раз таким вот... простым искателем приключений. С фэнтезийных артов. Вторым объективным плюсом я могу назвать уникальность классов. Быстрый темп World of Warcraft'а и его доступность в плане время затрат для обычных работящих игроков потребовали некоторых изменений в классовой механике. Классы хоть и сохранили визуальный стиль и основной геймплей, но потеряли свои уникальные механики. Это не какой-то минус, это такая же необходимость, ибо у людей нету времени искать рукастого и одетого шамана ради там рейда или данжа, чтобы тот заюзал геру. Ведь теперь можно взять мага или ханта. Теперь не надо искать друида ради его бафа, паладина ради аур. В актуальном вове эти времена прошли, классы стали взаимозаменяемы, и это хорошо, это экономит кучу времени. Но не в ваниле. В классическом вове каждый класс обладал своей уникальной особенностью, заменить которую нельзя. Ауры паладина это бафы, которые действуют практически на весь рейд по радиусу, которые не надо накладывать на каждого игрока отдельно, как было с другими, и их большое количество позволяло подстраивать рейд и закрывать им слабые стороны. Баф друида был уникальным и очень сильно аппл деф. У шамана были люто полезные тотемы, которые были необходимы, и так далее, и тому подобное. Ванила в этом плане очень хороший способ почувствовать действительно нужность и фишку своего класса, стать особенным в рейде и важным для победы. Ну и ощутите такую гордость и эдакий мини-патриотизм за свой класс. И это хорошо. Третий объективный плюс это целостность мира. Опять же, в современном World of Warcraft'е мир стал просто невероятно огромных размеров, и старые локации больше не нужны для какого-то важного прогресса. И это хорошо, потому что представьте, сколько времени бы отнимало шастанье по старым локам. Брр. Ваниле же мир не настолько огромный и ограничен всего двумя материками, а не шестью, и там еще дополнительной пачкой отдельных локаций. И он может себе позволить использовать старые локации для чего бы там ни было. Когда на уровне там в 32-м ты встречаешь хай-левелов локаций, которые что-то формят. Когда ты сам уже 60-й, но тебе надо спуститься вон гора за шкурками. Или когда ваша гильдия перед рейдом выезжает по миру, дабы полутать в урлдбаффы для успешной победы. Все это действительно здорово, и самое главное, мотивировано, необходимо для прогресса. И ванила себе может это позволить. И это хорошо. Ну и четвертый объективный плюс. Ванила... Это для фана. Еще один момент, который в ваниле реально можно приплюсовать хорошим вещам. Современный варкрафт это механизм, который работает как часики. Его геймплей это отполированная механика, в которой ты идешь прямо, тебе всегда есть чем заняться, так как контента много, ты в делах и фарме. И это хорошо. В ваниле же контента мало, это факт. А механика ванилы, это ее легендарные баги, куча кривых механик, которые игроки пытаются укротить. И благодаря этим не багам, а фичам, в мире игроки постоянно генерируют какие-то события, какие-то ивенты собственные, какие-то запоминающиеся ситуации, веселые баги, попытку подчинить себе механику игры. Я понял, чем я ошибся. Игроки ванилы идут не для того, чтобы хардкорно качаться и хардкорно рейдить. Они просто идут туда жить, общаться и очень много фаниться. Просто фаниться. Никто не будет рвать задницу в попытках взять 60-е первее всех, закрыть рейды одним из первых. В этом уже давно нет челленджа. Но вот просто играть фо-фан, сидеть в таверне и бухать, потихоньку фармить и веселиться, вот зачем идут в ванилу. И это хорошо. Я готов назвать вам последний и очень важный плюс ванилы. Она полезна для вов. От запуска сервов ванилы выиграют все и старые игроки, которые будут фаниться и тихонько крабить на старой версии. И мы, игроки актуала, потому что нытики пропадут, подписчики возрастут, а значит возрастет доход и качество контента. Кому-то ванила не зайдет, а таких будет много, и они пойдут на БФА. А также какие-то удачные старые идеи Blizzard могут вернуть в актуальный вов. И теперь я хочу обратиться к игрокам Варкрафта. Друзья, вов это великая игра. Она нас объединяет. Она объединяет целые поколения игроков на протяжении 15 лет. Прекратите ссориться. Современный вов очень хорошая игра. У нее потрясающий геймплей, работающие как часы механики, развитие лора и сюжета, лучшие АПВЕ в MMORPG с сотнями крутых механик и очень сложными боссами. А также комфортные время затраты для работающих людей. Фанаты старых версий, не нужно гнать на современный вов. Это великолепная игра для современных реалий жанра. И никто никуда не скатился. Она такая, какой должна быть в это нелегкое для игровой индустрии время. Если вам что-то не нравится, это не значит, что это плохо. Не надо оскорблять и пытаться задеть игроков актуала. И также я хочу обратиться к игрокам актуального вова, к которым я сам отношусь. Друзья, да, поначалу я относился к ваниле достаточно негативно. Но в ходе некоторых дискуссий мне напомнили, как я играл в одну уже мертвую MMORPG по Средиземью. И в ней самое главное было не задрочить последнего босса, последнего данжа на убер сложности. А главное было общение, роллплей и социалка. И за два года практически ежедневной игры у меня не было ни одного хай-левела. И для меня это было не важно. Потому что мне просто было весело и на лоу-левеле. Так будет и в ваниле. Старички идут туда не для челленджа и хардкора, которого там нет. Они идут ради фана, билдостроения, общения, заварушек и поиска приключений на свою задницу в духе простых авантюристов. Не надо кричать, что они какие-то неправильные или застряли в прошлом. И не надо с ними спорить. Ванила выйдет уже совсем скоро. И люди сами поймут, нужна она им или нет. Если человек говорит, что я вот жду классику, оставьте его. Пусть ждет это его дело. Помните, при запуске классики выиграем в первую очередь мы. И пусть это будет как-то слишком глобально, но я призываю вас закончить какие бы то ни было срачи, споры, холивары и просто спокойно играть в тот вов, который вам больше нравится. И время от времени забегают друг к другу в гости. Вов изменился за 15 лет. И это хорошо. Прогресс должен быть. Но ванила это как музей и машина времени, в которой ты не владыка смерти, победитель короля леча Смертокрыла, командир армии по гибели легиона, а снова тот самый эльф 26 уровня, который бродит где-то по Ашенвале с друзьями, такими же простыми авантюристами с все тех же фэнтезийных артов. Редактор субтитров А.Семкин